Оказывается, с Ростовской улицы Погодина можно попасть на проспект Волшебных Башмачков, в замок волшебника или даже на улицы Страшилы и Железного Дровосека. Однако мини-парк с такими сказочными названиями сейчас имеет отнюдь не сказочный вид. Напротив, не знающие о нем люди, даже днем проходя мимо, чуть содрогаются. Очень уж местный антураж похож на декорации к фильмам ужасов. Тим Бертон наверняка снял бы здесь несколько эпизодов. Да и великий мастер хоррора Стивен Кинг, напусть маленький рассказ, но вдохновился бы. Заяц, прибитый за уши к дереву, кукла без ноги или наоборот только лапы от плюшевого медведя. Все говорит о том, что это место сейчас не самое популярное в городе. Такой вот креатив, ну почему, кто это такое разрешил вообще, вот этот мусор набить на деревья. То есть люди выносят ненужные игрушки какие-то, дети подросли, понятно, и зачем-то это прибивают к деревью, вот выйдя вот такими гвоздями. Несмотря на возмущение соседей, автор этого мини-парка Александр Федорин утверждает, три года назад, когда он только начал реализовывать свой, скажем так, проект, все здесь выглядело намного лучше. Но со временем вандалы и дожди превратили его мечту в кошмар. Задумка была, конечно, хорошая, ну типа какого-то такого, знаете, запарка своего рода, игрушек. Ко мне дети приходили с мамами, тут игрались, фотографировались. То есть было как-то так приятно, весело всем, даже молодежь фотографировалась. Некоторые местные жители, кстати, несмотря даже на состояние игрушек, приходят ими любоваться. Хотя и отмечают, что стоило бы привести двор в порядок. Когда это было вначале свежее, все это было как будто бы интересно, когда это уже все ободрано висит и никто не может снять, потому что они приколочены за гвоздями. Это уже некрасиво. Александр всем недовольным обещает этой весной свой облагораживающий проект возобновить. Повесят новые игрушки, сюда снова будут приходить дети. А пока местных жителей радует то, что после приезда нашей съемочной группы возле их дома появился работник жилищно-коммунальной компании. Игрушки не снял, но асфальт вокруг подмел. Иван Полихин, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону.